Действием проектировщиков и подрядчиков, которые строили Селинскую дамбу в Комсомольске, будет дана правовая оценка. Этого потребовал вице-премьер Юрий Трутнев, который находится с рабочим визитом в Хабаровском крае. Во время прохождения паводка дважды была угроза прорыва защитного сооружения, при этом на его строительство выделялись миллионы. С подробностями Даниил Маевский. 18 сентября отряд МЧС вызвали на Селинку. Из-за волнения на реке в трубе под водой размыло заглушку. Возникла угроза прорыва дамбы в районе улицы Трубной. А за несколько дней до этого в воде оказалась часть газопровода. Оперативные службы справились. Чрезвычайных происшествий удалось избежать. Но сейчас важно выяснить, почему защитное сооружение не справилось. Деньги на строительство дамб в Комсомольске выделялись после наводнения 2013 года. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставил задачу разработать план защиты города Комсомольска на море. На это выделены значительные бюджетные средства, более 10 миллиардов рублей. Работы не выполнены. Специалисты признали, что при строительстве Селинской дамбы не была учтена непредсказуемость реки. Свою роль сыграли и продолжительные ливни. Вода поднялась за считанные часы. Спроектировано тело дамбы сформировано по проекту. Однако же развитие руслового процесса Селинка не учтили в проектировщикам. У нас произошел размыв. Проектировщиками? Нет, в данном случае это ошибка проектировщика. В ближайший год, возможно, будут проведены дноуглубительные работы на реке. По итогам совещания вице-премьер попросил дать правовую оценку действиям специалистов, которые занимались проектированием защитных сооружений Комсомольска и потратили на это бюджетные средства. Данил Маевский, Телеканал Губерния.